Привет, друзья! С вами канал MarosLive. В сегодняшнем видео хочу задрогнуть такую важную тему, как работа в Чехии, работа на автозаводах в Чехии в сентябре месяце, потому что сейчас, наверное, самая важная тема, которая обсуждается на всех просторах YouTube, в разных сообществах, Telegram, Facebook и так дальше. То есть тема автозаводов, что нет работы, есть проблема, и много, скажу, людей делятся с информацией на каждом заводе. И за последнее время я получил больше десятка сообщений и с вопросами, что делать, как поступать в той или иной ситуации. Поэтому сегодня говорим об этом. Все началось с того, что как-то раз пришло мне письмо, и вот сейчас я вам его зачитаю. Здравствуйте, Игорь, я на данный момент проживаю в городе Писок, как и вы, когда-то приехал на работу завод Фауреция. По программе «Квалифицированный работник». Много народу приехало, работы нету. Говорят, кризис автомобильной отрасли, но в любой момент ситуация может измениться. Договор на месте заключили после трех недель пребывания здесь, на самообеспечении. То есть первые деньги и 60% от зарплаты получим в октябре. Можете поделиться этой информацией со своими подписчиками. Если планируют работать на этом заводе, будьте готовы пожить за свой счет два месяца. Никто об этом не предупреждал. Первый договор завод заключает теперь на 9 месяцев, и карту тоже выдают на 9 месяцев. С июля со всеми новоприбившими. Тест на коронавирус за свой счет. Стоимость 814 крон. Если вдруг в блоке, где вы проживаете, кто-то заболел, опять делайте тест за свой счет. На руках есть только номер страховки. Без самой карты не принимают, требуют оплату. Только через кассу. Карты медицинского страхования нету, дали только номер карты. Ну, это, в принципе, понятно, потому что карта делается около 2-3 месяцев, сам пластик, а номер уже регистрируется при оформлении на работу. Женщина, которая ведет нас из отдела кадров завода, делает подарение, что она не координатор. Фактически со всеми неожиданностями мы остаемся наедине. И таких сообщений, я вам скажу, честно, достаточное количество. Писали и Toyota, писали и Alamoza. Было видео у нас недавно на нашем канале о заводе Brose, где такая же ситуация. И я вам скажу честно, у нас тоже на Mitsubishi такая же ситуация. Загоняют на выходные, заставляют сидеть дома, естественно, оплачивают 60%. И такая ситуация реально по всей Чехии. Да, реально сейчас кризис автомобильной промышленности. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, сколько там машин было сделано за какие-то там декады, семестры. То есть реально упала промышленность. Это и так видно невооруженным глазом, потому что если ранее все бесперебойно работало, то сейчас есть проблемка. И реально людей очень много на автозаводах. Соответственно, идут сокращения. Есть такие заводы, на которых сокращения не происходят, но выбирают людей с заводов и сажают их на 60% оплаты, 70-80% у каждого по-разному. Тем самым я хочу сказать, что это временное обстоятельство. То есть сколько оно будет длиться, неизвестно. Но опять же, если брать конкретно наш завод, то у нас в октябре ожидаются еще дополнительные смены. То есть в сентябре мы сейчас посидим чуть-чуть дома, там какую-то недельку, а уже в октябре будем работать по полной и еще будут вводить, допустим, дополнительные те же ночные смены. Поэтому тут, честно, я не готов сказать, что это все жопа полная, то есть все, ребята, не едьте на автозаводы. Так я говорить не буду. Понятно, что нужно, конечно, наверное, на перспективу уже рассматривать варианты не только автозаводов, потому что, знаете, люди привыкли, что у кого-то где-то когда-то там получилось 2-3 года назад заработать большие деньги на одном из каких-то автозаводов. Значит, все, у всех так получится. Нет, ребята, это уже шаблоны устаревшие, это уже, можно сказать, мифы. Не нужно вестись на эту информацию, так сказать, которая была там 3-х летней давности или 2-х летней, неважно, когда это было. То есть сейчас все меняется. И если, опять же, кто следит за нашим каналом, мы смотрели много видео, где мы рассказывали, что раньше заключались договора, контракты на долгосрочную перспективу на 3-5 лет вперед, то есть по производству, по работе на самих заводах. Сейчас же заключаются договора максимум на полгода, месяц, два, три, шесть месяцев, потолок, потому что никто ничего не знает. Есть проблемы с поставкой материала, есть проблемы с границами, есть проблемы с перевозками. Короче, со всеми этими нюансами где-то есть проблемы. Соответственно, страдают от этого все. И сказать, что вот сейчас все порешается, мы будем все равно ехать на 2 года, допустим, на те же автозаводы, потому что там 100% варианты, и все будет круто. Не будет такого. Сейчас для тех людей, которые рассматривают в долгосрочной перспективе работу в Чехии, допустим, на те же 2 года по той же рабочей карте, существует множество других вариантов работы. Не зря мы это все создали в группе в Телеграме, где вы можете посмотреть, что автозаводов там практически нет. Да, есть варианты там на 3 месяца какие-то, где опять же заключены договора, и есть работа в любом случае. Хотя бы та же минимальная, 160 часов будет. Не будет такого, как было раньше, там 300 часов, 250 и более. Потому что опять же повторюсь, поменялась ситуация сейчас на рынке для мобильного строения. Поэтому и заводы, которые вот допустим, тоже фаворексу если взять, которые набирают сейчас людей, и в итоге люди туда едут, но по итогу сидят какие-то 2-3 месяца, они зарабатывают деньги, а в итоге теряют деньги и теряют время. Но опять же, видите, завод не приостанавливает набор, то есть люди нужны, он понимает, что перспективы им нужны. Потому что сам процесс оформления той же рабочей карты очень длительный. Он не будет там делаться за месяц. Он может длиться и 3, и 5, и 7, и год. Поэтому это все тоже нужно брать во внимание. Таких ситуаций, которые я вот озвучил со слов нашей подписчицы, очень много. Я уверен, что сейчас проблема коснулась всех людей, которые работают на автозаводах. Если это не так, пишите в комментариях, делитесь своим мнением, как действительно происходит у вас ситуация на заводах. Если вы работаете на 3 месяца, либо на 2 года, пишите реально, делитесь. Это не мне информация нужна, это нужна информация людям, которые смотрят наш канал, которые читают комментарии, которые понимают, нужно ехать, не нужно ехать. И так дальше. Но опять же, мой вам совет, не нужно все сделать акцент на одни автозаводы. То есть есть очень много других вариантов. По той же статистике, которая сейчас появилась в новостной ленте, 28% заводов в Чехии планируют нанимать людей, а не увольнять. То есть новых людей планируют нанимать. И только 6% сокращать. Больше всего шансов найти работу будет в крупных компаниях с численностью людей более 250 человек. Планируют набирать в каких сферах? Это обрабатывающая промышленность, строительство, гостиничная сфера и общественное питание. То есть, ребят, это склады, это стройка, это всегда было нужно, важно и всегда востребовано. То есть это и зарплаты, соответственно, чуть другого уровня, если брать опять же это строительство, там чистого можно зарабатывать со старта 30 тысяч и выше. Да, это тяжелый труд. Это много времени нужно работать, это много часов, но это реально достойно по зарплате. Это перспективно. И самое главное, это стабильно. Так что, друзья, вот такая вот ситуация по работе в Чехии на автозаводах на сентябрь месяц 2021 года. Об этом мы всем хотим поговорить в прямом эфире, который состоится в ближайшее воскресенье в 15.00 по Чехии, в 16.00 по Украине. Поэтому будем обсуждать все эти насущные темы, все эти примеры, отзывы ребят и вообще, что происходит в самой Чехии на данный момент. Поэтому всех приглашаем на этот эфир. Кто будет 100%, пишите в комментариях под видео Буду, либо плюсик, либо лайк, либо что-нибудь, чтобы понимали хотя бы примерно количество людей, сколько будет находиться на этом эфире. Ну, а мы уже с вами увидимся в живом общении, в прямом эфире в воскресенье в 15.00 по Чехии и в 16.00 по Украине. Поэтому всех вас ждем, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.